здравствуйте 14 чуть не сказал августа что-то мне в лето захотелось ноября 2016 года канал арт-подготовка программа периферийное зрение меня сергей окунев зовут всех рад приветствовать от снова и снова я в общем-то надеюсь что меня видно и слышно будет у нас непростой эфир предупреждаю вас сразу да во первых микрофон у меня здесь торчит напишите если вдруг будут какие-то помехи мне вопрос не за что прицепить сегодня поэтому вот так как-то у нас эфир сегодня набегу и вечерний эфир я так предполагаю будет тоже набегу по ряду причин в общем то вы поймете чуть позже каких вот ну и если честно сегодня новости у нас такие что я буду сдерживаться чтобы не срываться в крики вопли не разбить вот это пианино головой и в общем то не не получить славу как эдик в общем то истерика и такого импульсивного человека хотя в общем-то импульсивный человек но сегодня действительно такие очень новости на будоражащие которые меня вот не оставляют в покое поэтому в общем то новыми интересным будет я думаю эфир омске здесь привет привет омску ну давайте наверное пару минут какие-то вступительные слова пока все подключатся все меня увидят а потом я вам покажу одно замечательное видео и в общем то из этого видео перейдем в одну интересную мысль видно слышно замечательно да почему необычное время опять же вечером поймете хреново выглядит что случилось новости хреновые так я в целом имею ввиду так в частности все неплохо не я не знаю почему хреново выгляжи в общем то впервые за долгое время выспался может поэтому вы думаете что я выгляжу хреново время необычное многие люди на работе поэтому я не удивлюсь что нас сегодня будет смотреть рекордно низкое количество людей в онлайне поэтому пишите свои интересные вопросы да и вообще пишите пишите это всегда хорошо я читаю это что пишут в чате это что пишут в комментариях и всю вашу критику кстати критику не удаляю как там многие меня критикуют критикуют что я удаляю критику в общем пишите это всегда хорошо урал-сибирь тут привет урал-сибирь и так но у нас подключил стул на связи все тула мы ждали именно вас видео вам покажу как и обещал как всегда напишите пожалуйста будет ли слышно звук на видео потому что периодически он может отваливаться но там на самом деле даже без звука все будет понятно очень интересное видео спасибо нашим соратникам которые прислали спасибо тем кто разместил его без авторского права буду всегда об этом говорить и всех за это благодарить поэтому смотрим видео я хочу увидеть что там находится но нам при этом все там и что мне нужно убедиться в том что страны по Подъемки голосов, первую очередь, я хочу предъявить, что здесь мы с полной столовой столовой столовой, а я где стою? Где я на комитете выиграть? Это наша, это наша. Ее, ну, это реальную комиссию, я им дружболу, это реальную комиссию, я не могу, я хочу предъявить, что вас вообще ничего нет, потому что одного вы туда пускаете, а других нет. Подъехать. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Куда дальше? Не надо, конечно. Давайте, вниз. Держи. 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 А может, он дарит поражение? Держи. Да. Держи. Ну, что? Держи. Держи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Учится вот у тебя Чумакова и вот у тебя, как там тебя второго зовут, Плешивый, Родионов, да? Ну вот Родионов и Чумакова. Я буду рассказывать вашим, в общем-то, родителям ваших детей, которых вы учите, о том, чем вы занимаетесь. Буду показывать это видео и буду стоять с плакатом, ну, хотел сказать, пока не заведут на вас уголовное дело, но мне, наверное, жизни не хватит. Я предлагаю всем нашим соратникам делать то же самое. Анонимность. Вот эти люди думают, что у них есть какая-то анонимность. Должна быть деанонимизация. Я знаю, что в Саратове множество таких же примеров. Нам нужно сейчас устраивать, это моя личная инициатива, устраивать вот такие пикеты возле школ, возле, я не знаю, учебных заведений, в которых проходили такие фальсификации с конкретными именами, фамилиями. Здесь работает Чумакова, она уголовная преступница. К вам подходят родители, спрашивают, что произошло, почему случилось. Вы ей рассказываете, показываете видео. Выходит вот эта Чумакова вечером после работы. Вы к ней подходите и спрашиваете. Все это снимаем на видео. Я этим обязательно займусь. У нас есть перископ. Я прям включаю перископ. Вхожу в школу, вхожу в кабинет этой Чумаковой и спрашиваю в лицо о том, почему она, в общем-то, не в тюрьме еще находится. Да, и когда она собирается туда отправиться. Это мое личное предложение. Кто-то, может быть, поддержит, кто-то не поддержит. Поэтому будем надеяться, что это хотя бы, может быть, если не будет какой-то результат с этого, скажем так, то, может быть, какая-то хотя бы, я не знаю, может быть, страшнее им станет. Ну, хоть чуть-чуть. Вот они сейчас думают, что им ничего не грозит. Есть, в общем, такое вот у меня предложение. Ну, в общем-то, мы не были в эфире. Несколько дней в пятницу мы уже рассказывали. С тобой можно? Да вперед, пожалуйста. Вот в этот Королев. Через неделю я вернусь в Москву. Сейчас я на некоторое время из Москвы уеду. Может быть, в Саратове, кстати. Вот я прям, вот у нас есть группа ВКонтакте «Периферийное зрение». У меня есть своя программа «Периферийное зрение». Я буду вам рассказывать, где, когда, в какой школе я буду проходить, ну, там, школе, не знаю, в другом учреждении буду проводить вот эти пикеты. Буду вставать, приглашать туда журналистов, посадят за пикет, пусть сажают. Можете прямо сейчас сажать перед пикетом. Буду проводить там пикеты с требованием сажать в тюрьму вот этих людей. Буду встречать этих людей с работы, буду провожать их до дома. И все это под камеру. Так, ну, несколько дней нас не было в эфире. Я прошу прощения, я сегодня еще там буду еще более эмоционален. Несколько дней нас не было в эфире, и тем временем мы пропустили очень интересную дату. Дата была... Зачем признали выборы? А мы признали выборы? Мы признали выборы? В школу не пустят? Не пустят, согласен, возле школы будем стоять. Нет, что значит не пустят? Там есть какая-то тетенька 80-летняя, которая работает охранником. Да мне наплевать на эту охранницу. У нее есть какие-то права, да никаких прав у нее нет. Я вошел, она вызвала полицию, приехала полиция, приедет через сколько? Через 15 минут, ну окей. Они скажут, выйдите из школы, где я выйду. Ладно, будем продумывать, как это правильно делать. Не волнуйтесь, я думаю, вы все узнаете. Я не знаю, кто вам сказал, что мы признали итоги выборов. В Москве полиция задержала протестующих против Платона. Как я уже сказал, мы пропустили очень значимое событие. Год с начала протестных акций по введению системы Платон. С чем это связано? Ну, во-первых, прошел год, да, то есть у нас такая знаковая дата, скажем так. Год назад у нас начались перед Новым годом. Перед Новым годом в прошлом году были вот эти акции протеста. Ну, наверное, мое мнение, тогда я еще не вел плохие новости. Я, кстати, был на вашем месте, был зрителем плохих новостей. Помню очень хорошо, как проходили эти акции. Саратов был, кстати, один из самых, таких скажем, активных городов в плане протестов по Платону. Это было очень удивительно. У нас очень неполитизированный город. И вот, знаете, я в любой город, в который я приезжаю, все говорят, что у нас город неполитизированный, всем на все наплевать. Вот я вас уверяю, что Саратов один из самых менее политизированных городов. То есть вы будете спорить, нет, у нас меньше, у нас там... То есть все спорят, у кого город хуже в плане активности его жителей. Но поверьте, Саратов один из самых неактивных. Я это могу совершенно спокойно сказать, поскольку проехал, в общем-то, там, порядка 15 тысяч километров за 42 дня предвыборной кампании. Я посетил несколько десятков городов, и могу сказать, что Саратов один из самых, в общем-то, менее активных городов в плане политики и вообще общественной жизни. Вообще в целом один из самых менее активных городов. И вот систему Платон, когда ввели в Саратове, были очень серьезные акции протеста. Там сотни людей собирались, там под полтысячи, я помню, было. Я освещал все это дело, тогда еще работал в средствах массовой информации. И вот сейчас прошел год, естественно, мы видим, что спала активность, это было ожидаемо, мы об этом говорили, что она будет падать. Но тогда я еще не говорил, я об этом думал, вы еще не знали вообще о моем существовании. Но так или иначе, для меня это было очевидно с самого начала, потому что в первую очередь у протестующих против Платона не было политических требований. И об этом говорил Вячеслав Мальцев, и я думал точно так же. По одной простой причине, в общем-то, потому что люди, большинство, ну может быть не большинство, просто не хочу обидеть нормальных активистов Платона, против Платона. Естественно, Александр Расторгуев, например, в Санкт-Петербурге, наш очень хороший соратник, который руководит, в общем-то, можно сказать, уже нашей питерской хунтой. Он тоже протестовал против Платона. Но очень большое количество людей, вот так скажу, которые протестовали против Платона, они протестовали под эгидой «Путин, помоги». То есть, для меня вот сразу очевидно, если люди выходят на акцию протеста, сколько бы многочисленной она ни была, сколько бы она ни была там популярной и развитой, для меня совершенно очевидно, что если у людей основной лозунг «Путин, помоги, Путин, спаси», значит, это, в общем-то, акция протеста обречена на провал. Так мы и увидели, в общем-то, с Платоном, да, очень маленькое количество людей было, которое понимало, в общем-то, причинно-следственную связь, да, и понимало, что Путин не поможет, потому что Путин один из, в общем-то, организаторов этого Платона, да, и один из действующих лиц, один из виновных в этом, в происходящем. И, в общем-то, требовали, в том числе и отставки Путина, то есть, были политические требования. А основная масса людей, она, в общем-то, обращалась «Путин, помоги». В итоге мы видим, что прошел год, все протесты против Платона в большинстве своем закончились. Вот сейчас в Москве собралось 13 участников акции. Но мы помним, что в Москве были тысячи участников акции. Сережа, а ты тут при чем? Ты дальнобойщик? Я не дальнобойщик. Я, во-первых, освещал эти события, будучи журналистом. Во-вторых, в общем-то, я общественно-политический активист. И я понимаю, о чем речь. Я вижу причинно-следственную связь. Как вам сказать? Вы едете по дороге и видите, что дорога плохая. Вы говорите, ну, дорога, наверное, плохая. А вам скажут, ну, вы что, там, как его назвать, ремонтник дорог. Но, наверное, не надо быть ремонтником дорог, чтобы понимать, что плохая дорога. Наверное, мне не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что у нас хреновая экономика в стране. Наверное, мне не нужно быть врачом, чтобы понимать, что у нас хреновая медицина в стране. Наверное, мне не нужно быть доктором, я не знаю, учителем, чтобы понимать, что система образования в России, мягко говоря, не идеальная, ну и так далее. Не надо быть пенсионером, чтобы понимать, что пенсии в России минимальные. Поэтому, нет, я не дальнобойщик. Да, задержали 13 активистов, в том числе среди них был корреспондент Дождя, то есть задержали представители средств массовой информации, всем советую посмотреть репортаж Дождя, молодцы, они в прямом эфире ввели оттуда эфир, да, и задержали в том числе наших соратников, мы об этом знаем, они тоже написали достаточно развернутый текст. Ну и, в общем-то, сейчас говорят о том, что будет вторая волна Платона, потому что, в общем-то, там, как мы уже знаем, с апреля 2017 года будет повышение Платона едва ли не в два раза, но я, если честно, скептически отношусь к тому, что Платон уже не тот. Если коротко, Платон уже не тот, я скептически отношусь к тому, что вот те протестные волнения, настроения, они будут, в общем-то, возродятся и снова какую-то силу будут иметь дальнобойщики, у меня есть большое сомнение, скажем честно. Потому что, если прошла первая волна и прошла столь спокойно, скажем так, все-таки это можно сказать спокойно, и вот так быстро, очень быстро сошла на нет, то вторая волна, как правило, уже по опыту можно сказать, что опричина на провал. Поэтому, к сожалению, я вынужден говорить о том, что Платон, наверное, себя изжил. Вот это движение против Платона, оно себя изжило по причине того, что изначально пошло не в то русло. Это просто очень многие просили рассказать о том, как я отношусь к повторным митингам активистов Платона. Я с удовольствием их поддержу и с удовольствием буду о них рассказывать, если я увижу, что они снова набирают силу. Каким образом увидеть, что тот или иной протест набирает силу? Очень просто. Нужно увидеть, что протестующие имеют реальную, скажем так, опасность. Вот как только мы видим, что протестующие имеют опасность, значит, этот протест, он серьезен. Протестующие дальнобойщики в прошлом году, они имели опасность? Конечно, они имели опасность. То есть они устраивали забастовки, они отказывались перевозить продукты, они устраивали стоячие, когда двигались 5 км в час, перекрывали МКАД и многие улицы. Вот это была действительная опасность, в том числе для нынешней власти, и они создавали реальные проблемы. И их могли тогда услышать, но они поставили неправильные вопросы, по этой причине их, в общем-то, никто не услышал, и в итоге через год мы видим, что все сошло на нет. Поэтому, если мы увидим, что дальнобойщики снова представляют какую-то опасность, что с ними снова нужно будет считаться, вот с этими 13 человек собрались, вот с ними считаться не нужно. Ну, потому что 13 человек их задержали, и наплевать. Если мы увидим, что там опять будут собираться сотни людей, что они будут опять устраивать забастовки, что они снова будут реальные, в общем-то, скажем так, сложности власти и опасности власти устраивать, то тогда да, тогда я вновь поверю в Платон, скажем так. Как хорошо. Хотел забанить человека, меня лишили, представляете, такой возможности. У нас есть модератор, привет модератору. Лишающий меня удовольствия банить троллей. В Челябинске митинг против строительства горнообогатительного комбината прошел, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, это несмотря на провокации. Сейчас я вам покажу фотографию. Вот так там выглядит этот митинг, кстати, достаточно многочисленный. Это только фрагмент людей, которые собрались. По некоторым подсчетам там было, в общем-то, до 800 человек. Но я, если честно, посмотрел фотографии все. Я 800 человек там не насчитал, если по-честному говорить, да. Но людей достаточно много. Это радует. То есть в Челябинске людям еще, в общем-то, не все равно. Туда пришли провокаторы. Во-первых, меня порадовало, хочу сразу отдельно сказать, меня порадовало, что местные казаки вышли в поддержку протестующих против строительства ГОК. И это действительно радует. То есть есть еще, остались хорошие, серьезные, скажем так, настоящие казаки, которые выступают на стороне народа. И пришли провокаторы, которые пришли с одной единственной целью устроить там драку. Драка не состоялась. И вот это всегда очень сложно, скажем, да, когда приходят какие-то мудаки и вас провоцируют на конфликт. И всегда очень хочется этим мудакам, в общем-то, наказать этих мудаков, да. Но иногда нужно себя сдерживать. Потому что это была именно их задача. Люди себя сдержали. И это, в общем-то, намного сложнее, чем набить кому-то морду. Набить морду несложно. Набить морду просто. И, в общем-то, потом вас оштрафуют на несколько сотен тысяч рублей за нарушение правил проведения мероприятия, ну и так далее. Да, поэтому в данном случае нужно, в общем-то, свои амбиции взять в кулак. И молодцы челябинские активисты, что смогли все правильно из этой ситуации выйти, да, с честью выйти. Я считаю, что вот то, что они сдержались, это они вышли с честью. Если бы они набили кому-то морду, может быть, кому-то кажется, что это они, тогда бы там показали свое гиги, но нет. Вопросы какие-то вот мне пишут. Что-то там сейчас, секундочку, кто-то там послан. Куда? От кого послан? Я послан от Антона Скальда. Послан от Антона Скальда. Посланник от Антона Скальда хочет спросить Мальцева, не проект чекистов Кремля и Путина. Нужно отвечать на этот вопрос. Но давайте расскажем, ответим на этот вопрос. Посланник Скальда, объясняю тебе, назови мне хоть одну, скажем так, хоть одну причину, но там самоубийцы сидят в Кремле, Путин самоубийцы, но я думаю, что нет. Ладно, это настолько глупый вопрос, что я даже вот не хочу на него отвечать. Вот у нас, я не знаю, сколько у нас сейчас в онлайне смотрят, я думаю, только у тебя, посланник Антона Скальда, возникает такой вопрос. Прости, тебя одному я отвечать не буду. Да, ну и основная новость, которая меня сегодня так выбила из колеи, вот до сих пор я как-то не могу в себя пройти. Защитники парка Торфянки стали фигурантами уголовного дела об оскорблении чувств верующих сегодня. Это действительно одна из основных новостей. В Москве массовые задержания людей, целыми семьями вывозили защитников парка Торфянка. Если кто не знает, то парк Торфянка уже, по-моему, около двух лет пытаются построить там церковь, незаконную церковь, пытаются там построить некие активисты-анонисты, которые называют себя почему-то православными людьми. Там избивают пенсионеров, избивают женщин, нападают на людей под православными лозунгами. Это очень интересные православные активисты, да, активисты-анонисты, повторюсь. Значит, там пытаются построить незаконно в парке сквер. Очень большое там количество людей, активистов, нормальных активистов, да, гражданских активистов, местных жителей, вышли в протест этого уже порядка двух лет. Они там протестуют, воюют за этот парк, просто пытаются защитить свой парк. Они не воюют против церкви, они не воюют против христианства, они не воюют против православия, они не воюют против РПЦ даже. Хотя надо воевать против РПЦ. Они воюют, в общем-то, всего лишь навсего за сохранение своего парка, за сохранение зеленой зоны, за сохранение места отдыха, да. К сожалению, эти люди сегодня были задержаны. 13 основных активистов, можно сказать, таких самых активных были задержаны. И я так понимаю, что возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вот я хочу обратиться, я уже неоднократно говорил, что я не христианин. Во-первых, я хочу обратиться в первую очередь к нашим соратникам, потому что у нас огромное количество людей, которые имеют контакты, скажем так, везде, и они политически активны. Я хочу обратиться к вам, политически активный контент зрителей моей программы. Пожалуйста, дайте мне контакты или дайте мои контакты активистам парка Торфянки. Я хочу обязательно вывести их к нам в передачу, и чтобы мы, в общем-то, пообщались, поговорили, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Чтобы мы все поняли, о чем идет речь, что это за люди, почему они воюют за этот сквер, и какая сейчас ситуация вокруг этого сквера. Я хочу обратиться ко всем православным, людям, как человек неправославный, обращаюсь к вам. Все православные христиане, которые себя таковыми считают, которые выходят каждый год на крестные ходы, которые ходят в церкви, вне зависимости от того, поддерживаете вы РПЦ, ЗАО, РПЦ, поддерживаете вы Гундяевы или не поддерживаете. Вы обязаны сейчас встать на защиту этих людей, на защиту людей, которые, в общем-то, были в парке Торфянки, и которые защищали этот парк от застройщиков. Потому что они защищали его не от православия, они защищали его не от религии, там нет религиозного подтекста, там есть незаконная застройка, и есть люди, которые против незаконной застройки. Все христиане, которые нас смотрят, я знаю, что такие люди есть, вы сейчас обязаны встать на защиту этих людей, именно вы. Потому что меня всегда поражает, и для меня это вообще одна из самых главных загадок мира, почему с РПЦ, с незаконной застройкой, с воровством денег в религии, в православии борются язычники, борются атеисты, борются, я не знаю, буддисты, борются кто угодно, но не борются христиане. Почему христиане не борются за свою религию? Вот это для меня загадка. И сейчас я говорю, все православные люди должны единым фронтом встать на защиту, требовать отмены уголовного дела, за оскорбление чувств верующих, и требовать, в общем-то, отпустить этих людей, требовать пресечь строительство этого парка. А ты в стране постоишь. Я с удовольствием, во-первых, я с удовольствием уже сказал, что приглашу людей, которые там и были задержаны, да, я надеюсь, что их отпустят, и людей, которые принимали участие в акциях протеста, выведу их в эфир, дам им эфирное время, сколько угодно эфирного времени, пусть они расскажут о своей проблеме. Это то, что я могу, в общем-то, со своей стороны сделать. Если нужно, я поеду в этот парк Торфянки и, в общем-то, стану рядом с ними. Поэтому я в стране точно не постою, можете не волноваться. Почему не отвечаете на мой вопрос? Вот это классный вопрос, когда не пишут вопрос. Почему не отвечаете на мой вопрос? Ну, вы напишите, я отвечу. Мальцев не пошел на русский марш. Мальцев пошел на русский марш. Это, во-первых, Мальцев организовывал. Русский марш был одним из организаторов русского марша в Саратове. И я считаю, что это максимально правильное решение. Это мое мнение. Там про подростков в Пскове. Сейчас мы до этой новости дойдем. Да, их еще язычниками назвали на НТВ, но это полная жесть. Нет, вот эта история, это полная жесть, на самом деле, без шуток. То есть мы пришли во времена Инквизиции. Мы пришли в реальные времена Инквизиции. Существует лобби за ОРПЦ. Еще раз, я отделяю религию, я отделяю православие, я отделяю православных христиан. От вот этих мудаков, которые, в общем-то, воруют деньги, которые занимаются незаконной стройкой, которые занимаются угрозами людям, которые избивают людей, которые избивают женщин, которые избивают пенсионеров. Фух. Е-мое, почему я не являюсь православным человеком, почему я приезжаю в православную церковь, если вы видели, во время предвыборной кампании, мы ездили в православную церковь от хорды, которые пытаются защитить. Стоит церковь, ей 400 лет. Ну, может быть, не этой церкви, но на этом месте стояла церковь в течение 400 лет. 400 лет там стоит церковь, сейчас ее хотят снести. Хотя одна тварь из ОРПЦ туда приехала, пытаются снести церковь, которой 400 лет. Всем пофигу. Вот эти мудаки, которые в торфянке, которые там кресты носят, езжайте и защищайте там от застройщиков. Нельзя, потому что мэр сказал, что эту церковь надо снести. Вам на нее наплевать. А в торфянке обязательно нужна церковь. Ну, идите, защищайте свои. Не умею играть на пианино. В Омском супермаркете нашли колбасу с ртутью. Импортозамещение, что можно сказать по этому поводу. В пробе колбасных изделий было выявлено наличие ртути. Интересно, какая партия в первую очередь. Я так понимаю, что там говорят, что только в Новосибирской области может появиться такая колбаса. Ну, посмотрим. Интересно, какая партия и снимут ли эту партию полностью. Я думаю, что едва ли получится ее снять с продажи. В общем, не кушайте колбасу в ближайшее время. Хотя я всегда кушаю колбасу. Я уж точно не вегетарианец. Но как-то, знаете, не знаю. В соцсетях сообщают, наши соратники нам пишут, что жители Башкирии собирают талый снег с крыш, чтобы выжить. У пенсионеров нет средств на покупку насоса. Речь идет о деревне Новоказанка в Башкирии. Люди написали обращение, утверждают, что, в общем-то, единственный магазин, который был в их селе, закрыли. И теперь до ближайшего нужно идти 4 километра. Там основной контингент это пенсионеры. Поэтому, естественно, у них возможности идти до этого магазина нет. Но вот я думаю, что эти люди даже не отказались бы, наверное, от колбасы с ртутью. Такая, может быть, не смешная шутка, но тем не менее. Вот жители Березовки, это, к сожалению, вернее, не знаю, к сожалению, жители Березовки не той Березовки, которая в Саратской области, где военный полигон находится, где хранятся ядерные боеголовки. Это жители Березовки на Колыме, которые находятся, не могут дождаться вертолета с августа. Вот с августа там уже третий месяц, получается, не летают вертолеты. Говорят, что наполняемость низкая, и до сих пор у людей нет почты, нет выдачи пенсий. То есть нет практически никаких денег, нет связи, в общем-то, с человечеством. Ну что можно сказать? Своих не бросаем, да, своих не бросаем. В селе, кстати, проживает 376 человек. То есть это не 10, не 20, 376 человек просто забыли где-то за пределами цивилизации. Не начнется никакого Майдана, нам не нужен Майдан, зачем нам Майдан? Не, что такое Майдан? Майдан – это площадь. В каждом городе есть площадь, не волнуйтесь. Майдан уже начался. Ой, не надо мне даже начинать про вегетарианство, пожалуйста. Будет ли выпуск по культуре? Скорее всего, да, в субботу. Кстати, не уверен. Будем держать в курсе. Почему такой злой? Да я не знаю, почему я такой злой сегодня. Почему раньше эфира? Ну потому что, так, там потом вечером поймете почему. Ну что, почему? Потому что уезжаю я сегодня. Парнас распадается, пишет новая газета. Ну, кто следит за эфирами, за ситуацией Дмитрия Игнатьева там выгнали из Парнаса, и сейчас там, в общем-то, Парнас разделился на два лагеря. Это лагеря сторонников Михаила Касьянова и лагеря сторонников Яшина в лице Ходорковского, скажем так. Мне абсолютно наплевать на партию Парнас. Я никогда не был членом партии Парнаса, во-первых. В общем-то, даже вообще как-то к Парнасу очень маленькое отношение имею. Мы баллотировались от партии Парнас. Я не распространял никакой агитации за Парнас. Я распространял агитацию Вячеслава Мальцева. Поэтому, в общем-то, я за Мальцева, а не за Парнас. Думаю, большинство зрителей здесь так же. Да, и вот у нас наши соратники сообщают из Подмосковья. Мы несколько дней назад, вернее, как уже на прошлой неделе сообщали о том, что у нас здесь прошел ледяной дождь. Вот, кстати, до сих пор он не растаял. У нас все деревья стоят во льду. И этот ледяной дождь стал причиной такого транспортного коллапса. Мы, в общем-то, говорили об этом в Дмитровском районе, Истровском районе, Сергеево-Пасадском районе. Ну и вообще по Подмосковью, в общем-то, продолжается блок-аут. То есть нет электричества. Хотя МЧС по Московской области отчитались, что восстановили энергоснабжение по всему Подмосковью. Однако вот наши соратники другого мнения. И, в общем-то, во многих регионах Москвы до сих пор нет света. То есть, опять-таки, мы говорим о том, что мы собираемся там воевать с каким-то НАТО, однако небольшой снежок, а это действительно был небольшой снежок, в Москве в пятницу, в общем-то, такой транспортный коллапс, встала вся Москва, остановились электрички, остановились поезда, не могут взлететь самолеты, машины стоят в многокилометровых пробках, отключается, значит, центральное кольцо из-за обледенения метрополитена, да, открытое кольцо. Перестают ходить электрички, я уже сказал. Обрываются провода, выключается свет у людей, да. И все это из-за маленького снега, снегопада. Ну, снегопада с ледяным дождем. Но, наверное, как-то мы должны более быть готовым. Причем это каждый, ну, может быть, не каждую зиму так происходит, но, тем не менее, далеко не первый раз, и от раза к разу ничего не меняется. Тут про Панасенкова спрашивают. Мне нечего говорить про Панасенкова. Панасенков – защитник носорогов. Это все, что я могу сказать про Панасенкова. Знаете ли вы Василия Крюкова? Давайте я вам отвечу чуть позже на этот вопрос. Вообще, Василий Крюков требует ли он обсуждения? Подростки открыли стрельбу по полицейским в Псковской области. Да, никто не пострадал. К счастью или к сожалению, не знаю. В настоящее время полицейские заблокировали прилегающую к дому территорию. То есть там, я так понимаю, какие-то люди, во-первых, непонятно, из чего стреляли. Вообще вся история пронизана какими-то непонятками. Я так понимаю, что там три подростка проникли в частное помещение, вскрыли сейф с оружием, после чего начали стрельбу. То есть пытались, я так понимаю, сначала ограбить, после чего их там кто-то поймал, и они начали в этого некто стрелять. Очень странная история. Причем там, говорят, уже появляется информация, что они в итоге покончили жизнь самоубийством. Я, кстати, не знаю, правда ли это или нет. Очень много у меня вопросов. Во-первых, покончили жизнь самоубийством. Мы это уже неоднократно слышали, да, из разных источников, когда, в общем-то, люди, да, там, помним все эти фотографии, как лежит человек, там, с прострельной головой, в руках у него пистолет, и пистолет на предохранителе. То есть человек себе выстрелил в голову, поставил на предохранитель и умер. Но, наверное, это как-то, мягко говоря, странно. Посмотрим, какая ситуация будет в Псковской области. Очень странная история. Я допускаю, что подростки какие-то залезли к кому-то на дачу, человек пересосал, начал, в общем-то, их, скорее всего, застрелил, а потом инсценировал какую-то стрельбу и самоубийство. Ну, я не исключаю такой ситуации. Я так понимаю, что там открыли по полицейским не в том плане, что полицейские приехали, а в том плане, что хозяин этого дома был полицейским. Но посмотрим. Это очень странная история. Я думаю, что в скором времени мы узнаем подробности. Как относится к фильму «Чекист»? Пока не смотрел. В доме центральная канализация или яма? Центральная канализация, если вы про этот дом. Там есть видео, где они из ружья стреляют. Я, кстати, говорю, я не знал. Мне в последний момент эту новость сбросили. Давайте я выясню подробности. Я могу ошибаться. Что будет Севером-Кавказом после 5.11.18 в политической программе нет ничего про это. Читайте внимательнее. Там есть целый пункт про это. Да даже, по-моему, и не один пункт. Читайте внимательнее. Полная жопа. Они успели перед смертью разместить видео в ВК. Но вот я говорю, мало информации лично у меня. Она появляется с каждой минутой. Я, в общем-то, думаю, что завтра у нас будет уже подробная история. И я, в общем-то, узнаю. И вам расскажу. Так, тут вот вопрос такой глобальный. Давайте я его на потом в смысле в чате я его на потом оставлю. А пока в Москве задержан водитель, который сбил людей на трамвайной остановке. ДТП произошло 13 ноября. На шоссе энтузиастов на Шкоде мужчина въехал в остановку. Уроженец за Кавказе, как его обозвали, 30-летний мужчина. По данным источников правоохранительных органов, авария могла произойти из-за превышения скорости в условиях гололеда. Но это вот как раз то, о чем мы говорим, что минимальный снег приводит, в общем-то, к таким последствиям. 14-летний подросток. Там вообще в результате аварии пострадали 13 человек. Один человек, в общем-то, на машине случайно сбил 13 человек, в том числе 14-летнего подростка. Но вот в первую очередь я хочу о чем сказать. Обратите внимание, третья авария. Третья авария вот по таким обстоятельствам, то есть автомобилисты въезжают в установки. Это только крупные аварии за последние, там, я не знаю, несколько дней. Значит, нужно осторожнее себя вести на остановках в первую очередь. И я думаю, к сожалению, что мы еще услышим о подобных случаях. То есть опять пошла волна вот этих аварий на трамвайных остановках. Не только на трамвайных, вообще на остановках общественного транспорта. Если за неделю у нас три крупные аварии с участием автомобилей, которые въезжают в установки и травмируют людей, то, в общем-то, есть повод задуматься, скажем так. Да, ну и вот я закончу на такой не очень позитивной ноте. И в четверг, по-моему, если я не ошибаюсь, я вам сказал, запишите там кто, заскриньте, да. Меня тут критиковали, говорят, да ты ничего не понимаешь, каждый день это происходит. Я вот сказал, борт продолжатся массовые случаи чрезвычайных ситуаций на железных дорогах. Поезда будут сбивать машины, поезда будут сбивать людей. И я говорю, с удовольствием я бы сказал, что вот с удовольствием я бы провел эфир и сказал, сегодня поезд никого не сбил, все, волна закончена, я дурак, я ничего не понимаю. Мне пишут, ты ничего не понимаешь, это там регулярная ситуация. Но вот, пожалуйста, за последние два дня, подчеркиваю, за последние два дня в Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек, в Татарстане грузовой поезд сбил пьяного мужчину, в Удмуртии железнодорожники приготовили сбитого поездом лося. И вот тут я вообще ничего не понял, я прямо останавливаюсь на этой новости. Природоохранные органы начали проверку после заявления чиновников Минприроды о краже туши лося, который сбил поезд. Вот это я ничего не... У меня вопрос к природоохранным органам прокуратуры. В Удмуртии железнодорожники сбили лося. То есть, мы допускаем, что они сделали это специально. Наверное, нет. Скорее всего, они все-таки не завернули поездом куда-то в лес и начали догонять лося. Скорее всего, лось выбежал перед поездом, и они его сбили. Остановились. Ну, там, перед, не знаю, перед каким-то тепловозом, который один ехал, я так понимаю, да? Но не стали бы же целый поезд останавливать. После чего, в общем-то, мертвого лося погрузили и съели. Ну, я, наверное, не смог бы съесть мертвого лося, ну, просто потому, что это как-то противно. Вот только по этой причине. Но, с другой стороны, кража туши лося. То есть, они что сделать-то должны были с этим лосям? Они его должны были захоронить, поставить крест. Здесь хоронится лось. Я ничего не понял. Ущерб-то они принесли. Я понимаю, если бы их осудили за то, ну, вернее, там, предъявили им претензии за то, что они сбили лося. Ну, типа, там, они как-то должны были избежать столкновения. Ну, тоже странно, но я хотя бы понимаю, да? То есть, они убили лося. Их обвиняют в том, что они убили лося. Но их обвиняют в краже туши лося. Что они сделать-то с ним должны были? Захоронить? Или как? Или сдать в природоохранную прокуратуру, чтобы вот там съели? Они не поделились, что ли, с вами, природоохранная прокуратура? И вот меня очень удивляет. У нас природоохранная прокуратура. Борцы за туши лося. Ну, почему вот природоохранная прокуратура не приезжает в Саратовскую область, где совершенно спокойно некоторые чиновники, в том числе московские, да, охотятся на лосей, охотятся на краснокнижных животных. И не только в Саратовской области. Мы об этом знаем по всей России. Вот почему-то природоохранная прокуратура в жопу себе засовывает язык и об этом ничего не говорит. А тут какие-то люди сбили лося и уже мертвого лося съели. Да и правильно сделали, молодцы. Хотя бы поели, они будут голодными. Я говорю, я бы не съел лося просто потому, что это противно. Но я не вижу в этом ничего страшного. Памятник доброму лосю нужно было поставить, пишет в чате. Ну, наверное, я не знаю. Женщина бросилась под колеса электрички в Ленинградской области и осталась жива. Ну, я так понимаю, неудачная попытка суицида. 11-летний мальчик в Кировской области попал под поезд. Переходил пути в неположенном месте в очередной раз. К тому же не был рядом с ним взрослых. В общем-то, сейчас госпитализирован на скорой. Я так понимаю, что остался жив. К счастью. Только я вот ничего не понял. В конце пишут, известно, что сбитый был сильно пьян. 11-летний мальчик был сильно пьян. Но, наверное, это как-то неправильно. А вот в Москве на станции метро Филевский парк человек упал на рельсы и погиб. Это произошло 13-го числа. Вчера мы как раз ехали через станцию Филевский парк и почему-то она была закрыта. Филевский парк и какая-то еще одна Багратионовская, по-моему. Какая там станция перед Филевским парком. Ну, в общем, две станции были закрыты. Вот мы как раз ехали. Я говорю, очень странно, почему закрыли станции. Что-то, наверное, случилось. Но вот я, ну, не то, что угадал. Это было, в общем-то, достаточно просто угадать. Человек упал на рельсы. К сожалению, большое количество людей падают на рельсы. И в первую очередь это связано с тем, что люди не знают, что делать при падении на рельсы. То есть иногда людям становится плохо, они падают на рельсы. Иногда в давке людей толкают. Иногда даже случайно они падают на рельсы. Мы помним историю, как в Санкт-Петербурге искали мужчину, который толкал людей на рельсы. То есть такой определенный, не знаю, как это назвать, маньяк. Он подбегал сзади, толкал человека на рельсы. Он падал. Все, в общем-то, внимание на человека пытались ему как-то помочь. А, в общем-то, толкавший, он прятался. То есть сбегал. Но его потом нашли и там даже вроде как осудили за покушение на убийство, если я не ошибаюсь. Ты не ешь лосей, противно, что-то не понял. Да я ничего не имею против поедания лосей, но как-то лось сбитый поездом. Ну, не знаю. Не знаю. Я не против купить лосей. Если вы меня подозреваете в каком-то вегетарианстве, то не надо. Да, и вот поезд сбил автомобиль ГАЗ на Волокамском шоссе Подмосковье. 11 числа это произошло. В Чувашии под поездом погиб охотник из Татарстана. Вчера это произошло. В Консомольске-на-Муре мужчина попал под поезд. Да, и тут вот в Консомольске-на-Муре интересная история, ну, такая, романтическая. Мужчина попал под поезд, к нему выехала скорая помощь, очень долго его не могла найти, а в результате с тяжелыми травмами он был помещен в автомобиль скорой помощи и, двигаясь по направлению в больницу номер 7, карета медиков попала в дорожно-транспортное происшествие. И, в общем-то, была вызвана другая карета скорой помощи для транспортировки пострадавшего в хирургию. Сейчас мужчина находится в тяжелом состоянии, то есть, дважды попал в ДТП за час или за два. Ну, романтическая, но невеселая история. А вот в Ростовской области 73-летний мужчина также попал под поезд и, в общем-то, насмерть. То есть, мы за несколько дней видим уже десяток случаев, еще раз повторяю, только те, которые доходят до средств массовой информации, то есть, еще можно там несколько десятков считать, которых просто люди не узнают, которые не попадают в новостные сводки. Давайте на вопросы поотвечаем. Сегодня я прошу прощения, скомканный эфир, я тут на чемоданах сижу в буквальном смысле. Вот эти новости выбивают меня из колеи вот про торфянки и про выборы, да, про вот эти пикеты. Нужно как-то это в голове немножко обработать для начала. Как тебе новый сезон Южного Парка? Вы будете смеяться, не смотрел ни единой серии Южного Парка. Легкий вопрос, Сергей, вы про векторное мышление слышали? Слышал, не изучал конкретно, ничего как-то такого, своего мнения, развернутого не могу сказать. вот это вообще. Ладно, я даже не буду говорить, вот я критиковал Вячеславича за то, что он там банил людей за упоминание скальдо, на самом деле, вот кто нам там говорят, вы банили людей за упоминание скальдо, вот как вы думаете, я вам задам вопрос, а потом отвечу на другие вопросы, а потом отвечу на предыдущий вопрос. Вот как вы думаете, защитники скальдо, вот вы сейчас нас смотрите, да, как вы думаете, сколько людей мы забанили за упоминание скальдо? Это вам вопрос. Сергей, завтра Майдан в Украине, ты бы еще о балалайках говорил, о чем речь. Я что-то выпал из информационного мира, видимо, Майдан на Украине. Давайте, давайте, что я могу сказать. Пусть громче грянет буря. Что там с Юрием Горским? Юрий Горский выложил критику на программу 5-го, 11-го, 17-го. Почему-то все сразу успели окрестить, что у нас там какой-то скандал с Горским, что мы куда-то разошлись. Я так понимаю, никакого скандала нет. Юрий приходил к нам несколько дней назад, высказал некоторые, скажем так, недовольства свои, да, этой программы, критику этой программы. Мы его услышали, сказали, давайте вносить изменения. Он выложил свою критику, в отношении него посыпалась критика, он выложил критику на критику. В общем, раздутая ситуация, не нужно какое-то очень серьезное внимание этому уделять. Нет, в смысле, критике нужно внимание уделять. И давайте, в общем-то, на основании критики Горского делать изменения в программе без проблем. Но, как бы, рассказывать, что мы там с кем-то поругались и что-то еще, да не было никакой ругани. Все взрослые люди. То есть, что, пришел Горский и сказал, мне не нравится ваша программа, и мы сказали, нет, тебе должна нравиться наша программа. Пошел вон отсюда, негодяй, мы больше с тобой не будем работать. Да нет, конечно. Передайте, наконец, привет Никополю в Украине. Никополь, привет. Вы, да, сейчас, Никополь, подождите, вы куда-то убегаете. Две минутки, сейчас я вас прочитаю. Передайте, привет, наконец, Никополю. Я живу в Украине, но вы нам не враги, в отличие от вашего государства. Абсолютно с вами согласен. Пожелание одно, Сергей, давайте раньше, пятого, одиннадцатого, семнадцатого, нужно раньше. Ну, не от нас зависит. Будет ли эфир в 21.00? Эфир на 90% будет. Будет ли он в 21.00 или чуть попозже? Возможно, некоторые изменения в сетке вещания, поэтому, если в 21.00 эфира нет, это не значит, что его не будет совсем. следите за новостями. Сергей, как вы относитесь к Тесаку? Никополь, такая, как сказал. Так, ладно, несусь. К Тесаку отношусь нормально. Там его основные, в общем-то, как сказать, нормально? Я, может быть, не разделяю его какие-то идеологические составляющие, да, но он веселый, классный чувак, как бы, занимался какой-то общественной деятельностью, при этом, на этом фоне зарабатывал деньги, но он их не воровал ни у кого, ничего плохого, я в этом не вижу, продавал спортивное питание, да, ну, да и хорошо. Я во многом не согласен с Тесаком, я думаю, Тесак во многом был бы не согласен со мной, но, конечно, то, за что его посадили, и вообще, вот этот весь процесс, процесс Тесака, это будет, наверное, один из тех процессов, которые должны рассказывать в школе. Вот в школе, там, я не знаю, в шестом, в седьмом классе должны рассказывать о процессе над Максимом Марцинкевичем, чтобы объяснять детям, почему Путин висит, и почему так должно было быть, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, потому что, конечно, это совершенно ужасная история. Что скажешь о досрочных выборах президента в 2017 году? Действительно, есть определенные мнения о том, что в 2017 году будут выборы президента досрочные. Меня напрягает, в общем-то, я понимаю, составляющие, да, этой теории, составляющие в том, что там заложены большие деньги на невыборный год, чем в этом году на выборный, то есть, это странная история, с чем это связано, я пока не могу найти объяснение, все говорят, что весной будут выборы президента, у меня большие сомнения, как минимум, потому что, ну, это слишком мало времени, да, то есть, они должны уже об этом объявлять, там, грубо говоря, вчера, не исключаю, что будут осенью следующим. Пока вот нужно дождаться, это вот, я думаю, к Новому году все решится, я, если честно, не удивлюсь, если Вова, у меня есть такое предположение, не то, что предположение, я не удивлюсь, еще раз скажу, если Вова в новогодней речи в этом году скажет, я устал, я ухожу. Почему начали на час раньше? Потому что уезжаю. Почему? Вот мне всегда так нравятся эти вопросы. Так, сейчас нет, я вам отвечу на него. А вы убежали куда-то. А вот, почему не сделать эфир плохих новостей по 25-30 минут и акцентировать внимание на самых главных новостях, а не о том, как на кого-то кто-то упал и кого-то задавили. Ну, вот, знаете, всевозможного анализа и аналитики главных новостей Сирии, Украины, я не знаю, там, Брюсселя, Вашингтона, политики Москвы и так далее, их очень много. Вы можете посмотреть Белковского, вы можете посмотреть Невзорова, вы можете посмотреть, я не знаю, Жуковского, вы можете посмотреть кучу других разных, там, камикадзе, кого угодно, кучу разных других, ну, камикадзе, кстати, немножко другой случай кучу разных блогеров и аналитиков мы в том числе занимаемся нашими новостями вот мы с вами живем там в москве саратове в туле я не знаю в иркуте в магадане где угодно северном кавказе где где хотите и нас с вами окружают новости и новости в том числе там я не знаю кто-то кого-то задавил убил и съел и так далее они нас окружают это наши с вами новости это во первых во вторых наша аналитика она не только как сказать не только аналитика ради аналитики это аналитика ради того чтобы люди обращали внимание вот я говорю о том что будут происшествия на железной дороге значит нужно обратить внимание мы говорим о том что будут травиться дети в лагерях летом значит не нужно отправить детей летом в лагеря мы говорим о том что я не знаю там будут биться автобусы значит не нужно в очередной раз ездить на автобусе, да, поэтому в том числе у нас такое напутствие, наша аналитика, она занимается еще и напутствием, вот я слово правильно подобрал. Пишут, что преступников нужно отправлять в тюрьму, но не на смерть. Согласен с вами лично я, хотя я думаю, что большинство людей считают иначе. Коммунистическая звезда, у меня нет никакой... Прикалывайтесь, какая у меня коммунистическая звезда. У меня нет коммунистических звезд. Почему Жуковский не пришел? Странная история, мы с ним договорились, он сказал, да, окей, давайте вперед, вроде бы договорились уже на день, на определенное время, в этот день я ему пишу, спрашиваю, мы вас ждем, не отвечает, не отвечал несколько дней, причем вот это как раз тот день, когда я сказал, что вот завтра, скорее всего, будет у нас Жуковский, вот завтра я ему написал, он несколько дней не отвечал, после чего написал, что извините, нет времени, но, типа, обязательно будет эфир, я с удовольствием там не отказываюсь. С одной стороны, в общем-то, ничего страшного не произошло, да, ну, действительно, у человека нет времени, он не отказался от эфира, он сказал, что эфир будет, да, давайте вперед, но я думаю, что все-таки потратить 5 секунд и написать, что эфира там сегодня я не смогу, вот сколько нужно времени, чтобы ВКонтакте мне написать фразу сегодня я не смогу, я думаю, что несколько секунд, нужно как-то, ну, все-таки более ответственно подходить, да, люди ждали, я не думаю, что он там как-то испугался чего-то, я думаю, что если он сейчас еще раз соскочит, то вот тогда можно будет об этом думать, хотя это его выбор, может быть, он не хочет к нам в эфир, он разве станет плохим человеком, если он скажет, что я не хочу к вам в эфир, но тогда почему сразу не сказать об этом, в общем, пока рано делать какие-то выводы по Жуковскому, он приличный человек, по моему мнению. Третье лицо за этим стоит, ну, есть некоторые такие мысли, но не надо сейчас опять вот накручивать, пока еще ничего не произошло, а вы накручиваете. Куда вы уезжаете? Уезжаю в Саратов, в скором времени буду, через несколько недель, надеюсь, в Казани, не знаю, может быть, проведу какой-то открытый эфир в Казани, если кому-то будет интересно, какое-то, может быть, кафе найдем, приглашу людей, я понимаю, что не придут там тысячи наших сторонников, но я с удовольствием с вами пообщаюсь в Казани, я знаю, что есть люди, которым будет интересно именно со мной пообщаться, по программе давайте поговорим, да почему угодно, в общем-то, поэтому приглашаю на мою пока еще не назначенную встречу в Казани, жителей Казани. Мурку, я не умею играть на пианино, я умею играть на гитаре, но я не буду вам играть на гитаре, извините. Отмена антисанкций. Очень хорошая тема, вот мы сказали про референдум, давайте, наверное, на этом будем потихоньку заканчивать, мы сказали о том, что будет референдум, это глобальный вопрос, вот давайте я глобальный вопрос освечу. Были выборы, выборы были очень продуктивными, мы получили широкую огласку, мы получили в первую очередь страховку, то есть мы могли приехать в каждый город, проводить там мероприятия, и когда к нам подходили полицейские, спрашивали, а какого фига вы здесь проводите мероприятие, мы говорим, вот у нас выборы, мы кандидаты, вы нас трогать не имеете права, мы могли говорить что угодно, потому что мы кандидаты, на нас распространяется неприкосновенность. Нам, по сути, нам нужно повторение выборов, вот так, если по-честному, да, но при этом выборы, там слишком много разных аспектов, люди не доверяют выборам, люди, многие просто вот принципиально отсеивают все, что касается выборов, да, поэтому нам нужны выборы, но при этом не выборы, да, и поэтому мы решили, что было бы неплохо провести референдум, естественно, нам никто не согласует референдум, сразу я сейчас всех вот этих умников, которые там напишут, что там вы там ничего не понимаете, референдум вам провести не дадут, конечно, не дадут, я прекрасно это понимаю, мы все понимаем, но нам дадут его зарегистрировать, то есть мы можем зарегистрировать референдум и начать сбор подписей, а под этой гидой начать агитацию, начать поездки по России, опять, как они были, да, начать работу волонтеров на местах, очень большое, огромное количество работы, и когда вас возьмут за руку полицейские и спросят, а какого фига вы тут к людям пристаете, какие-то там материалы раздаете, да, вы скажете, вот я официальный агитатор, у нас референдум, вот печать Центра избиркома и так далее, поэтому мы, в общем-то, будем, так скажем, устраивать выборы внеочередные, и при этом, заметьте, у нас не будет конкурентов, не будет никаких конкурентов, то есть мы будем такие проводить моно-выборы, выборы, в которых участвует только Вячеслав Мальцев, по-моему, это замечательно, и любые там, я не знаю, идиоты типа Коротченко, которые будут кричать, что это все фашисты, они будут играть нам на руку, это замечательно, в общем, будет весело, я вам обещаю. Да, и нам там, мы сказали, что принимаем вопросы на референдум, вопросы, которые у нас уже сейчас есть, отмена капремонта, отмена платона, отмена налога на кадастровую стоимость, да, налога на жильщик по кадастровой стоимости, и вот сейчас нам предложили внести дополнительный пункт, это отмена антисанкции, отмена уничтожения продуктов, отличная идея, нам она почему-то не пришла в голову, спасибо вам всем тем, кто нам это прислал, причем вот люди мыслят одинаково, нам прислали несколько десятков человек такую идею, поэтому, в общем-то, все будет хорошо, все будет интересно, я вам это обещаю. Завтра эфир будет, а какой у нас день недели, завтра будет, а почему нет? Коньяк хороший, я не пью коньяк. Закон могут поменять, уберут неприкосновенность при агитации, замечательно, отлично, если нас кто-то смотрит из депутатов в Госдуме, давайте, это будет совсем хорошо. Отмена Госдумы, к сожалению, это не вопрос, который регламентирует референдум, так, конечно, отмену Путина. Спасибо, что услышали про нецы санкций, спасибо, что вы нам напомнили, это очень хорошая тема. Блин, я хотел ответить, забанили человека, зачем? Ладно, спасибо, что забанили. Нормально доехать, спасибо. Спасибо. Давно не было Белковского, нужно пригласить Белковского. Белковский забавный дядечка, давайте пообщаемся с Белковским. Серега, забудь, думать для нас нет. Вот, к сожалению, вы не правы. И вот эти люди, которые, это определенная, как это сказать, человеческая слабость, что ли, я не знаю, как это правильно сформулировать, когда люди говорят, что я там вне системы, я вне политики, для меня нет Думы, для меня нет там налогов. Для вас есть Дума, она на вас распространяется каждый день, она на вас влияет, для вас есть налоги. В общем, не надо себя тешить какими-то иллюзиями. Отмена пошлины на иномарке. Понимаете, вопросы должны быть, которые интересны абсолютно всем. КАП-ремонт интересен абсолютно всем. Отмена кадастровой стоимости налога, да, по кадастровой стоимости интересны абсолютно всем. Антисанкции интересны абсолютно всем. Отмена растаможки иномарок, ну, как сказать, вот, зайдите к бабушке какой-нибудь там в Саратове, да, позвоните ей в квартиру, мы собираем подписи за отмену растаможки иномарок. Да, ну, я думаю, ей все равно. Пошлины, да, пошлины на иномарке. Не пользуюсь линуксом. Давайте на пару последних вопросов, и на этом будем заканчивать. Нет человека вне политики, абсолютно согласен. Александр Беляев, давайте мы не будем говорить про СССР. Я сегодня и так как-то, как сказать, сдерживаюсь, сдерживаю внутреннее желание разбить ноутбук, поэтому давайте не будем говорить о восстановлении СССР. Не будет восстановления СССР, я вам отвечаю на ваш вопрос коротко. Стоит ли брать кредиты перед революцией? Ну, это вопрос, на который вам, каждому из вас, нужно отдельно дать ответ. Пенсионное накопление – это афера? Да, ну, конечно, афера. Я уже говорил, что я никогда в жизни… Вот я не помню, у меня был какой-то, по-моему, один месяц, когда я месяц работал официально. Да и тут зарплаты, там, что-то в 6 тысяч, или сколько тогда мрот был, я не помню. Я не работаю официально, мне абсолютно наплевать на мои пенсионные накопления, потому что пенсию мне будет платить другое государство. Спонсировать всевозможных Ротенбергов, Тимченко и так далее, спонсировать войну – я не хочу. К сожалению, я это и так делаю, это делает каждый из вас. Даже покупая какое-то молоко в магазине, на него есть уже куча налогов, которые идут понятно куда. Поэтому я хочу сократить, в общем-то, свое спонсирование этого государства. Государство как аппарата, государство как вот этих Тимченко, Ротенбергов и так далее. Поэтому я не работаю официально и всячески стараюсь избегать работы официально. Да, ну и заморозили пенсионные накопления, естественно, уже который там четвертый год подряд. Неудивительно. Люди, которые задают какой-то вопрос. Я этот вопрос читаю. После чего я на него не отвечаю по причине того, что либо я на него отвечал 10 раз, либо он глупый, либо он просто неинтересный. Я не отвечаю на этот вопрос. А потом начинают писать. Он не отвечает на этот вопрос, потому что там это очень важный вопрос, да. То есть он специально игнорирует, потому что он боится. Вот эти разводы на понты. Вот если кто-то пишет, там, ответь, если не боишься, там, если тебе не запретили. Вот кто-то пишет, я априори не буду отвечать на ваш вопрос, даже если я хотел на него ответить. Опять в диалоге про мат. Матерился, матерюсь и буду материться. Сегодня, кстати, я помню, ни разу не матерился вообще на удивление, что это вы вдруг вспомнили. Давайте последний вопрос и заканчиваем. 18.15, да, пора. Раз не работаешь, будешь платить 20 тысяч рублей за безработную. Пусть попробуют. Во-первых, где я их буду платить? У них осталось сколько там? 300, сколько я уже не помню. 350 до 340 дней на то, чтобы у меня эти деньги взыскать. Ну, пусть попробуют. Интересная история. Расскажу вам интересную историю напоследок и этим, в общем-то, закончим. Прислали мне пару лет назад налог на недвижимость. Единственное, что у меня есть, ну, ладно, не единственное, там, есть 1 треть, 1 треть, да, квартиры в Саратове. Прислали на нее налог. Я думаю, это пару лет назад был. Я думаю, налог какой-то минимальный, там, что-то, порядка 500, что ли, рублей, или какая-то такая сумма совсем незначительная. Я, в общем-то, на тот момент получал нормальные деньги. Думаю, ладно, пойду заплачу, чтобы, в общем-то, просто не, ну, меньше геморроя себе. Тогда я рассуждал так. Пошел, в общем-то, платить этот налог. В течение 4 дней я ходил по разным инстанциям, где меня отправляли в другие инстанции, иногда в предыдущие инстанции, чтобы я смог заплатить этот налог. В результате я на все плюнул и понял, что я просто не могу заплатить этот налог, потому что никто не знает, где его платить. И я его не заплатил. И с тех пор, естественно, не платил этот налог ни разу. Вот несколько дней назад мне пришла очередная бумажка о том, что нужно оплатить этот налог. И знаете, что самое интересное? Что у меня нет никакой задолженности. Там об этом написано. То есть я несколько лет уже не плачу этот налог, и тогда его не заплатил. И потом мне еще раз приходила платежка, я его не платил. И в этот раз я его не заплачу, а задолженности у меня нет. То есть кто-то за меня платит этот налог. Поэтому я с удовольствием. Продолжайте. Если человек, который платит за меня этот налог, нас смотрит, спасибо. Ну, тоже можешь не платить. Я не настаиваю. Будет ли развитие Перископа? Будет ли развитие Перископа? Будет обязательно. Во-первых, у нас в Перископе была трехчасовая трансляция нашей встречи по программе. Вот Вячеслав Шлаш сказал, что я ее неплохо провел. В смысле встречу я тоже так считаю. Редкая, но иногда я себя хвалю. Это тот самый случай. Сейчас будет разных много встреч. Речь, вообще будет развитие всего. И Перископа в том числе. Я подумываю, чтобы какой-то... Ну, я не знаю, свой Перископ, наверное, нет смысла запускать. Наверное, есть смысл развивать Перископ Мальцева. Поэтому я думаю, что будет развитие Перископа. В любой сберкассе платится, ага, конечно. Я такой дурак, я не пробовал. Ни Стопкрана, ни Лосей. На этой позитивной ноте спасибо, что вы нас смотрите. Завтрашний эфир, обещаю вам, более продуктивным. Плюс у нас тут на подходе... Заходи, что-то еще решите. Плюс у нас на подходе несколько гостей, которые будут в четверг, скорее всего, будет прямая линия с интересными гостями в моей программе. Ну, и в программе Вячеслава Мальцева тоже. Поэтому всем спасибо, что вы нас смотрите. До завтра, надеюсь. И в 21 час сегодня без меня, но тем не менее плохие новости состоятся. Спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...